Ребятки, нет, я просто с техникой здесь не в ладу, я могу по громкой связи говорить с вами в этот момент. Мы остановились, можно сказать, что хочется. Значит, лучше нажимай и говори только, сколько осталось. Всё. Так, полная кишина, выходим. Выходим, всё. Итак... Глазки голубые. Чума. Всё, вы готовы, Юр. Юр, готовы? Значит, мы пишем эфирный вариант. Час-пік стала останньою программой, которую ввел Влад Лістьев у прямого эфира щовечора два роки. За час-пік уже відомий і популярный Лістьев узявся після ток-шоу. Тема. Это действительно состояние души. И если... Телефон уйти. Убрали. Мотор. Добрый вечер. Сегодня час-пік для замечательного актёра Сергея Маковецкого. Здравствуйте. Здравствуйте. Он заставил его работать. И, конечно, это был совершенно другой Влад. Он типичный сект, которого любовь к женщине сделала самим собой. Ни плохое солнце, ни тёплое, ни ласковое. Встань сюда, быстро. Быстро. Аля, быстро. Вот когда я развивалась, он подарил мне магазин цветов. Это я помню хорошо. У меня в жизни было очень много разных женщин. Поэтому идеал. Может быть, и... Да. Может быть, поэтому, а может, и чёрт его. А я очень люблю женщин. Ты отнюдь не знаешь, что я влачу за каждой юбкой. Отнюдь нет. В этом отношении я достаточно привязчивый человек. Вот есть изюминка у женщины. И чтобы умная была. Не могу. Вот если... Здесь куклы прям, ну куклы. Ну рот откроет, ну... Я даже не знаю, о чём говорить. Ходи! Владик был такой, самый любимый. Давай сюда. Глядач бачив Лісківа успешным и завжди усмехненим. И мало хто знав про трагедії, что были в его жизни. Самогубство батька, алкоголизм матері, смерть двоих синів від двоих шлюбів, которые, врештой, тоже разпалися. Він двиче чинив спроби самогубства, и вдруге его ледве врятували. Негаразды и смуток виливалися у тривалей запои. Вы знаете, он очень редко делился. Он дал что-то в голову, талант какой-то. Только в работе этот талант проявится. Сколько человек спилось, которые подавали надежды. И не реализовали себя в силу разных причин. А сколько людей выстояло, и стали просто королями эфира. Но опять-таки, на какой-то период, а потом сломались на чем-то. На славе, на самомнении, и так далее, и так далее. Надо знать и чувствовать себя в профессии. И всегда знать себе цену. Хожу по улицам, я даже не замечаю того, что, например, замечает человек, идущий рядом со мной. У меня был гениальный случай в Одессе по этому поводу. Идем. Вдруг меня догоняет кто-то. И так по плечу хлопка, хлопка, я оборачиваюсь, стоит какая-то женщина. И с таким детским акцентом спрашивает меня, простите, вы листьев или просто гуляете по Приморскому бульвару?